Всем привет, друзья! Вы на канале издательства Росмен, меня зовут Нина. И в этом ролике речь пойдет об очень важном проекте для издательства Росмен, для меня лично, и, честно говоря, для вас тоже, для любого человека, который имеет какое-то отношение к сфере книг и чтения. Сегодня поговорим о всероссийской сходке клуба Терра Инкогнито. И сначала, друзья, обозначим важность. Что такое, в принципе, всероссийская сходка клуба Терра Инкогнито? Во-первых, ни одно слово из этой формулировки не преувеличено. Это действительно всероссийский проект. Именно этим он и отличается от большинства других. Всероссийских – это значит, что в десятках городов России существует филиал нашего читательского клуба, клуба Терра Инкогнито, в котором время от времени, а если быть точным, несколько раз в год проходят специальные встречи. Встречи читателей, подписчиков нашей группы, ну а на самом деле просто людей, которые ищут для себя какое-то книжное комьюнити, чтобы была возможность встретиться, пообщаться, подружиться и поговорить о книгах. У всероссийской сходки Терра Инкогнито на самом деле достаточно давняя история. Первую сходку мы провели еще в 2015 году. С тех пор проводили сходки 5 лет каждый год несколько раз. Потом в 2020 году сделали вынужденную паузу. Как вы помните, произошедшие события в 2020 году. На нас опустилась всей своей тяжестью пандемия, закрыв абсолютно все оффлайн-события, в том числе и наши сходки. Мы, конечно же, не стали подвергать наших читателей дополнительным риском, связанным с эпидемиологической ситуацией в стране и мире. Как вам сходка? Ребят, было круто. Огромное спасибо организатору. Мы очень хорошо посидели, пообщались. Выбили очень вкусный чай, поели очень вкусного печенья. Вам как сходка? Было очень весело, мы хорошо провели время. Поиграли, читала все это, но теперь я буду читать, ладно. Вы получили крутые призы, спасибо большое. Все здорово, отличные впечатления. Нет, ваше впечатление. Призы действительно очень хорошие, мне понравилось. Спасибо за сходку. Тем не менее, в конце лета 2022 года мы наконец-то вернулись с уже, внимание, 15-й всероссийской сходкой клуба Теры. И в этой сходке приняли участие 29 городов России. Это замечательнейшие ребята, которые взяли на себя полностью всю организацию в своем городе. Сейчас чуть подробнее расскажу о том, как же это происходит. Привет! Мы СТР Инкогнито Иркутска. Не ждали, не ждали? Он пригодится. Короче, у нас сходка прошла очень весело. У нас сначала был квест, что еще было? С лобом, с лобом. А, часа мафия, давайте покажем. У нас не было в прошлый раз рекламы нашей часа мафии. Вот такие вот, как бы, все свое, все. Как вам сходка? Шикарно, просто шикарно. Организаторы молодцы, правда. А, стойте, сейчас мы еще покажем. Сейчас мы, короче, все покажем быстренько. Эксклюзивчики. Это наш собственный стикер по Макабру. Мы вообще сначала думали, что президенты у нас не дойдут. Но в итоге они дошли за что. Московская Терри, огромное спасибо, мы вас очень любим. Давайте покажем, как вы любите Московскую Терри. Что такое сходка, мы с вами уже поняли. Это встречи книжных странников, как мы их называем, всех обитателей нашего клуба Терри Инкогнито. Это некие встречи, где собираются читатели. Издательство «Росмен» заблаговременно в каждый город, в котором проходит официальная сходка Терри, высылает набор подарочков. Как правило, это замечательные такие боксики, пакетики, в которых содержатся книжные артефакты, сами книги. И, конечно же, наша изюминка клуба – это газета «Терродактиль». Некий такой визуальный вестник всего того, что у нас происходит. Самый первый выпуск газеты выглядел вот так. Вы можете наблюдать и меня здесь тоже. Я безумно горда тем, что имею отношение к этому проекту. И что самое интересное, после того, как ребята собираются, начинается уже непосредственно какое-то общение. Всем привет! С вами Симферополь. У нас прошла очень веселая сходка. Мы дискутировали о любимых книгах, рассказывали о своих любимых персонажах, участвовали в конкурсах, викторинах, в площадках подсказок для главных призов. А также у нас был очень интересный танец «Ибраны». Мы просим, как главный организатор, как издательство, мы просим в каждом городе не делать банальную встречу, где просто бы люди встретились и посмотрели в глаза друг к другу. Именно поэтому мы в каждый город рассылаем вот такой эксклюзивный наборчик артефактов, которые нигде больше, кроме как на сходке, получить нельзя. Я из серии комнаты! Для того, чтобы получить приз, необходимо вам в своем городе организовать некий сценарий этой встречи. То есть сходка чем отличается от обычных посиделок с друзьями? Тем, что она имеет какую-то структуру. На сходках ребята не только общаются, но и проводят разнообразные викторины, конкурсы. Очень часто сходки у нас бывают на свежем воздухе, и в рамках их ребята встречаются уже в парках, где, собственно, замечательно тусуются. Привет! Всем привет! Мы очень рады, что мы наконец-то встретились. Да, сходки не было два года. Нет, полтора. Зимой была. Да, полтора года. Возвращается как два. Всем привет всем странникам, другие. В общем, Курск на связи. Что вы говорите, я не знаю. Мы очень волнуемся, как у вас там прошли сходки. Вот сейчас вспоминали тульских странников, им привет отдельный. Да. Когда-то были в вашем городе на сходке, нам понравилось. Читаем письма авторов. У нас было письмо, которое мы еще на прошлой сходке не успели открыть, потому что оно до нас дошло уже, код к сходке. Мы его открыли только сейчас, прочитали. Очень рады, очень довольны. Делим артефакты. Погода хорошая. Погода классная, нам повезло. Изюминка сходки, помимо того, что на ней можно получить эксклюзивный артефакт от издательства, встретиться с друзьями. Изюминка еще и в том, что на сходку у любого организатора есть возможность позвать любого автора. Понятное дело, что не все авторы находятся в городах-участниках сходок, но спасибо тебе, интернет всемогущий, мы можем с вами организовывать онлайн-трансляции. Ребята-администраторы сходок этим, конечно же, пользуются и заблаговременно договариваются с нашими авторами на проведение зумов, онлайн-трансляций и либо просто просят у авторов прислать некую весточку от себя. Это может быть письмо, которое администратор обязуется на сходке зачитать всем участникам. И, насколько я знаю, я на связи со всеми нашими авторами. В день сходки у каждого автора расписан график сходочных активностей, потому что многие города обращаются к авторам и составляют для себя тоже такую весьма весомую программу событий. Таким образом, вы видите, сценарий сходок наполняется все больше и больше и больше. Теперь это не только встречи, не только раздача подарков, это еще и возможность общения с авторами. Привет из Калининграда! Дорогие друзья, вы, конечно же, если давно вместе с нами, знаете, что сходку в своем городе может организовать любой из вас. Те ребята, те 29 человек, которые организовали сходку вот в конце августа в своем городе, тоже когда-то были начинающим, тоже не знали, за что хвататься, и тоже мечтали в свой город привести свой собственный вклад в Терринкогнито, открыть свой собственный филиал. Максимально просто это делается. Надо быть, конечно, участником клуба Терринкогнито, чтобы, в принципе, быть в контексте, чтобы понимать, что там происходит. Во-первых. Во-вторых, надо создать группу сходки в своем городе, но предварительно проверить, а вдруг группа сходки уже есть. Ребята в вашем городе уже и так встречаются на сходках. Тогда я вам предлагаю просто присоединиться к филиалу вашей группы, потому что издательство «Росмойл» в каждый город отправляет официально свой бокс с подарками и артефактами в руки одного администратора, и, соответственно, проще к вам как-то там всем вместе объединиться. Итак, это был шаг номер два. Создать группу, либо проверить, может быть, она уже существует. Шаг номер три. Очень важно группу свою вести, обновлять и приглашать туда участников из своих городов. Потому что сходка и вообще организация филиала клуба в вашем городе имеет смысл только в том случае, если вы делаете какое-то сообщество, делаете тусовку, приглашаете людей, и потом они приходят к вам непосредственно в день мероприятия, на встречу. Поэтому, пожалуйста, прилежно введите свои группы, разнообразьте свой контент, не делайте просто репосты из терры, создавайте что-то свое уникальное, и обязательно-обязательно каким-то образом приглашайте участников в ваш клуб. Шаг номер три. Что необходимо сделать? Подать заявку на сходку. Когда вы видите, что в терре появляются посты о том, что скоро начнется сбор заявок на очередную всероссийскую сходку клуба, отметьтесь в комментариях и заполните там некий шаблон, он самый простенький, состоит из нескольких пунктов. Надо отдать ссылку на свою группу, надо назвать свой город, свое имя и так далее. И мы будем рассматривать каждую заявку и отбирать группы, города для участия в очередной сходке. Каким образом мы это делаем? Очень просто. Мы смотрим на активность, на количество людей и на администратора тоже. После того, как группа утверждена к участию в сходке, мы, администратору, отправляем набор податков. Вы после этого проводите сходку, показываете нам фотоотчеты, мы постимаем их в группе. Всем классно, всем весело. И мы ждем следующей всероссийской сходки клуба Терра Инкогнито. Очень важно про сходку понимать вот что. Это единственный на сегодня в России вот такого масштаба проект вокруг книг. Пока что не существует других вот таких оффлайн-активностей, которые могли бы объединить людей в других городах. Только представьте, в один день заранее объявлены в десятках городов по всей стране встречаются люди для того, чтобы поговорить о книгах, получить призы, пообщаться с авторами. Все это делается в рамках единого клуба, клуба Терра Инкогнито. Если вы хотите влиться в наши дружные ряды, нет ничего проще. Посещайте сходку в своем городе, а если в вашем городе сходки пока нет, организуйте ее сами, все в ваших руках. И давайте в двух словах о том, что же происходило на 15-й всероссийской сходке клуба Терра Инкогнито, которая состоялась вот-вот-вот совсем недавно, в конце лета 2022 года. У нас, как я уже сказала, было 29 городов. В каждом городе была своя уникальная программа, свои приглашенные авторы, свое интересное место встречи, свои конкурсные активности. Разве что эксклюзивные артефакты и призы были у всех в одинаковом количестве и наименованиях. Во всем остальном ребята просто молодцы. Сейчас, когда мы попросили ребят прислать кусочки видео со своих встреч, я сидела со слезами на глазах. Как это трогательно, как это здорово и какое чувство гордости берет за тех наших читателей, которые готовы из пассивного состояния просто читателя и потребителя контента перейти в статус совершенно другой, активный, прорывной, ответственный. Статус организатора сходки, либо посетителя сходки. В Москве в этот раз мы сходку провели в РГБМ, Российская государственная библиотека молодежи. Это новое для нас пространство. Оно очень добродушно, тружелюбно встретило нас на своей территории. Мы навстречу пригласили сразу четырех авторов. Это Евгений Гоглоев, Екатерина Соболь, Надя Сова и София Альхофав. Каждый рассказал о книге, о своих книгах. И после этого у зрителей была возможность задавать какие-то вопросы. А за каждый вопрос мы, соответственно, дарили ребятам подарки. Встреча была суперактивная. В общем, сказалось то, что мы впервые за последние два года встретились офлайн, и была возможность напрямую вот так вот пообщаться. После того, как я вот сидела, отсматривала отчеты из других городов, я поняла, что, в общем-то, вот этот вайп, а-ля, ну, наконец-то дорвались, он проник вообще во все подразделения, во все филиалы, во все города. Ребята абсолютно счастливые, встречались с авторами в рамках Всероссийской сходки и дарили друг другу отличное настроение. Ну что же, дорогие друзья, надеюсь, впечатлило вас и замотивировало подключаться к нашим Всероссийским сходкам клуба Терра Инкогнито. География сходок постоянно растет. Принимайте же активное участие вместе с нами. Напоминаю, заходите в клуб Терра Инкогнито, смотрите, что там, как, какая движуха по ближайшим сходкам, вписывайтесь, самое главное, ищите обязательно свой город, возможно, там уже есть филиал клуба Терра Инкогнито, и если его нету, welcome, создавайте сами. Ребята, ребята-организаторы, в первую очередь обращаюсь к вам, к тем, кто уже провел сходки. Огромное вам спасибо, вы делаете большое дело. Вот в такие моменты, когда я получаю какие-то фото или видеоотчеты от вас, я чувствую вашу сопричастность и к издательству. Мне кажется, что вы все работаете в моем отделе, мы все как-то вместе делаем какой-то очень важный проект. Вы большие молодцы, что не побоялись взять на себя ответственность за такое крупное мероприятие. Ребята-участники сходки, вам также огромное спасибо за то, что приходите, посещаете сходки и просто участвуйте в обмене вот этими эмоциями. И, ребята, по ту сторону экрана, который пока ни в чем не участвует, желаю вам хотя бы однажды все-таки побывать на сходке, ощущения эти несравнимы ни с чем. Ну, а мы с вами, друзья, увидимся, как всегда, через неделю. Жду вашей обратной связи в комментариях под этим постом, что думаете о сходках, бывали ли вы на сходках хоть раз, планируете ли в дальнейшем. Увидимся скоро. Пока!